Ну что же, здравствуй, Пашенди, здравствуй, Димыч, с вами снова я, Кирилл, и мы продолжаем проходить The Evil Within. Я открываю четвертый сезон, первую серию. Ну да, что же, мы возвращаемся, мы возвращаемся, как говорится, на свежий воздух, мы продолжаем прохождение. Как помнишь, из прошлой части мы оказались в этом месте, мы потеряли Джозефа и Кидмана, теперь мы должны снова их найти. Также мы в конце увидели какого-то нового персонажа, кстати, скажу заранее, как он называется, это Сейфоголовый. И в будущем он нам будет сильно солить, но мы должны будем не поддаваться его, так сказать, бомбоносам, так сказать. И мы, собственно говоря, продолжаем, да, несмотря на то, что третий сезон закончился, четвертый сезон бурно поплатился уже на улице, и будет довольно посложнее, а главное, поинтереснее. И прежде чем я его начну, я расскажу вам такую не историю, а просто, так сказать, небольшую шуточку. Возможно, вы скажете, что это плоская шутка, но тем не менее, я хорошие шутки оставил на выходные, чтобы вас больше рассмешить. В общем, просто, это даже не шутка, а вопрос. Просто, в общем, мама сыну пекла блины дома. Печет ему блины, он спрашивает, а он этого не знает, он этого не знает, он посмотрел, видит, вроде, тесто в кастрюле, да, замешанное, он не знает, что это, оладушки или блины. И он спрашивает у мамы, спрашивает, мам, ты мне печешь блин, а мама ему отвечает. Да, блин. Да, блин она ему печет. А как вы думали? Конечно, блин, блины же все-таки делаются, намаскиваются. Главное, была мастеринца, а парень просто не знал, что была мастеринца, офигеть, да. Ладно, это так, фигня, на те щутки я вам заготовил попозже. Ну что же, мы продолжаем. Мы видели Лезли, да, он повернулся к нам лицом, его лицо кресло. Разумеется, это была иллюзия, что же это еще могло быть. Так, давайте этого подожжем. Может, это не очень дадут, хотя, вряд ли. Выбрались мы на улицу, наружу, из всего этого непонятного места. И продолжаем, продолжаем наши приключения за детектива Себастина Костеланоса. Продолжаем искать наших друзей и разбираться во всей этой волоките с Рубиком и со Стэмом. И куда же нас заведет следующая, сука, дверь? Прошу прощения за мат. Так. У нас какая-то катсценная идет. И мы смотрим. Господи, это же Джозеф. Вы все хорошо? Моя головка не остановлена. Сiegen изначально, как будто бы открыть, но теперь так. Я начинаю привыкнуть к этому. Ты видел Кидмана? Нет. Следующее, что я знал, что я был здесь. Я должен... Заткнулся, или... Может, я снова вернулся? О боже. Да, нашли мы Джосефа, но... Не нашли Кидмана. Сейчас у нас будет... Небольшая жесть, нас спалят местные зомби и начнут за нами охотиться. Как бы это странно не звучало. Да, Кидмана так и не нашли, хотя мы все втроём пропали одновременно, но... Всё-таки в разных местах очутились. О, опять эта система, которую мы уже взламывали, помнишь, да? О господи, что это такое? Кого бомбануло? Вот это мне уже не нравится. Вообще, можно сделать так, чтобы... Джосеф успел открыть дверь до того, как мы их... Вы, Джосеф! Господи! Будем немножко подлагивать, поскольку тут много ахни. Давай, взрывайся, скотина! Да, будь немножко подлагим, потому что тут много ахни. Такие уже говорил. А, бочки, кстати говоря, исчезли. В общем, вот у нас Джосеф. В какой-то игре я уже видел подобную сцену, что мы должны прикрывать. А, да! Подобный момент был в Resident Evil 5. Как ты помнишь, Димыч Андреевич, потому что в последний день не играл. Там, когда мы с Шевой встретили... Такой вот, Джош, да? Такой негр, друг... Друг Шевой, да? В общем, мы встретили Джоша. И там он тоже открывал какую-то систему, дверь. И мы тоже должны были его защитить, чтобы на него не напали зомби. И завтраки, как ты помнишь. И такой же момент был подобный в GTA LNC, когда помощник мэров чинил лифт. А мы должны были его от зомби. Это чтобы продержался он от зомби. Что это за... Это что такое? Новый житель. Кто помじет ты? Что за мечет... О, Господи! О, Господи! Ааааааааааааааааа Магити! Иди ты жирная сволочь! Пок Trump от жива на есть и хlvмиu у негоt alliance, откуда 보면 у него, кстати, какой тоalfуд amfix forward9 вот 7 из них, как процвет с widzеным, это закит Brady, vogel «м øх leg». Это ещё не всё. Я думаю, что это всё, ничего на это ещё не всё. У нас также есть следующие двери. А как ты думал? Думал, в сказку попал, да? Что-то было. Мы шпицать не можем. О, сейчас используем. Давай, надо сейчас Джосфа спасти. Вот и получаете. Так. Теперь берём вот это. Скотина! Ух ты, огненные. Офигенные вообще. Блин, они меня уже бесят. Они меня уже... Потихонечку начинают бесить. Почему не можем взять? Потому что мы не используем. Да, точно. Вот. Оптом поделаем. И просто делаем вот так. Тихо! И почему мы взять не можем? Что за бред? Потому что это не огненные. Потому что это были не огненные. Вот. Сейчас мы... Вот. Всё. И на самом деле, кстати говоря, надо беречь. На самом деле. Ну, потому что они у нас были, я их... Теперь мы, разумеется, тратить уже на них не будем. Себастьян, let's go. Всё. Добираемся. Потому что нужно было забрать, короче, эти болты, и они нам тут не мешали. Поэтому что-то немножко растратить. Кстати, не хочу спойлерить, но скоро будет у нас босс. О, и тут сохранение. Я думаю, что мы должны выйти из этого места как быстро, как мы можем. Да, впереди... Будет довольно сложный момент. Ну, что поделать. Так. Ух ты, вот эта винтовка, я... Офигенная снайперская винтовка. Так. Взять не можем. Ладно, мы сюда вернёмся. Мы сюда вернёмся ещё. Если что, вдруг у нас жизнь закончится. Так. Сейчас тут будет у нас сохранение. Сейчас будет сохранение. Так. Держим. А, вот сохранение. Всё. Нашёл. Не понял. Тут нет сохранения. А, вы издеваетесь надо мной? Я хотел сохраниться, скотина. Тут нет сохранения. Обидно. Буду плакать, жаловаться маме. Ладно, окей. Ну что же, пока мы прошли одну вторую часть игры, я расскажу вам ещё одну историю. Ну что ж, слушайте, это история про родственников. Господи, их на что-то спалил, что ли, блин. Понятно. Понятно. Касая лалка. Теперь не касая. О, молодец. Блин, у нас тут действия, я не могу при действиях рассказывать. Уйди ты от неё, блин, сволота. У нас же нет патронов, сука. Теперь есть. Да, вскоре будет босс. Окей. Джозеф, ты главное без самодеятельности. Давай, просто стой. Никуда не ходи. Итак, в общем. Жили да поживули. Ой, блин. Уже слова заговариваются. Жили, были да поживали родственнички, родственнички, мама, папа, бабушка, дедушка, сын и дочь. И у этих родственников были ещё одни родственники, у которых был дедушка. И, в общем-то, однажды они рассказывали историю о своём дедушке, то, что он очень дружелюбный, что он любит гостей всегда, живёт в своём доме в лесу. Он лесник, любит гостей, и тем более, раз уж они его родственники, он с удовольствием их пригласит в гости, там, попить чайку, там, посидеть, там, поговорить о том, о сём. И, собственно говоря, мама, папа, бабушка, дедушка, муж и жена, мать и отец согласились к нему поехать, да, потому что, ну, всё-таки хотелось узнать, что это за родственник такой прикольный, да, то есть дедушка, тут всё такое. Но родственники рассказали им одну историю, историю, точнее, о том, что этот дедушка, у него раздвоение личности, то есть он может им, допустим, там, сказать, там, о, проходите, там, чаёк, там, всё такое, а может в один прекрасный момент просто взять их и послать. То есть у него такое бывает, но они сказали, что бывает, это редко, но метко. И родственники подумали, что, ну, всё-таки, ну, думаю, нам повезёт и всё будет норм. И поехали, собственно говоря, по адресу к этому дедушке, чтобы посмотреть, как он там живёт, то есть всё-таки родственник, да. Приехали в домик, дедушка им открывает, открывает домик, но вместо того, чтобы услышать слово приглашения, он им говорит... Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Как ты мог? Это всё-таки твои родственники, а ты их нах... посылаешь, блин. Вот дед, блин, на свою голову нашли, блин. Вот тебе и раздвоение личности, блин, артерэго хреново. Возьмёшь уже и всё, и капец копцов. В общем, вот такая вот история. Роственникам не повезло. Ещё пять, то есть, в общем, семь. Слушай, а мы продолжаем, а то у нас время-то течёт, господи! Сейчас попробуем по стелсу, что мы давненько по стелсу не убивали. Давай, Себастьян, давай. По стелсу сейчас убьём. Давай, давай, спать. Спать, чувак. А, ты. У меня спичекает. Очень жаль. Так, подожди, а где... Спалил. Вот тебе, блин, дрыщ. Кстати говоря, винтовку нужно хранить, потому что нам она скоро очень пригодится. Сейчас мы этого ещё убьём. Давай, чувак, спать. Спать, спать. Ой-ой-ой. Бомба. Да! Ой-ой-ой. Лечить. Всё. И что это за стрелы такие странные? В общем, нужно что нам сейчас сделать? Нам нужно, чтобы эти вот четыре строения упали. То есть, попали вот эти вот четыре ящика, так называемые. То есть, вот вот эти. Вот, который сейчас открылся только что, один из них. Нас вон там стреляют. Так, я извиняюсь, сейчас был лах. Ну, бывает. Пошёл ты в жопу. Как они так уклоняются? Ты-то вообще беспонтовый. Вообще охренел. У меня патронов нет. И сейчас на нас будут бесконечно, так сказать, респавниться враги. Пока мы не убьём тех, которые на вышках. На тех вышках стоят. Нужно побыстрее, как говорится, реагировать. Сколько у нас? Четыре патрона. Это ещё даже запас 3. То есть, наверное, 7 где-то, да? Блин, он сейчас может пойти обратно. Хорошо. Блин, пипец, вот бомба так. Ес. Так, подожди. Тут начинается жесть, сейчас будет сложно один момент. Господи. Хоть бы нет нас. Он что, идиот? Кто тут врагов делал? Кто тут программировал ворожов? Они такие странные. Вот это, кстати говоря, очень опасно. С этими арбалетами они очень, серьёзно, я говорю, очень, очень опасно. Нужно очень аккуратно с ними состыковывать. Потому что от них потом проблем не набраться просто. И последствий. О, гарпун. Вот эта система. О, спички. Мне не нравится. И что у нас тут для системы странная? Вот так тут у нас палил. Вот появляются с этого момента враги в масках. Сука. 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 Мрадок. Гори, давай. То, что он не сдох. Давай, всё. Да чё это ты? Живёшь, живёшь. Мешаешься мне. Я так не люблю. Надо отключать свои поступки. Чё? Да, бомб тут будет тоже неимоверное количество, которыми мы сейчас же разберёмся. Так, сейчас нам... В общем, сейчас наша задача... Локация, да, понимаю, огромная. Тут ориентироваться, так как сказать, сложно, но... Тем не менее. Нам нужно сейчас просто уничтожить вон тех лучников, которые стреляют... С тех вышек. И, собственно, на этом пока. Всё, но потом... Топор. Интересно. Сначала одного, потом второго, потом третьего и... Так, далее. Вон, они, кстати, рандомно открываются. Тут надо вообще крайне аккуратно. Просто сейчас берём винтовку. И ждём, пока откроется. Вот. Оп. Оп, вот так вот, раз. И нету сука, и нету сука, суки. Где-то на второй. Мы, чё, уже два, что ли, уничтожили? Да, ну. Мы, чтоб один, уничтожили? Неужели, Джон? А, нет, вон третий, точно. Вижу. И ещё в партии набегает. Партия дрыщей. И... Всё спойду за нами. Ладно, будем перемещаться. Будем перемещаться. Мне главное, на обычных не тратить. Вот. Это сейчас скрывается. Так, Джонс, ты давай сейчас меня прикрывай, а я буду стрелять. Блин, я прокосил. Я прокосил, я касаю тварь. Ай. Давай, храняй. Оберегай. Да я в него попал. Не надо проверить. Я вроде у него целился и не попал. Как-то. Окей. Окей. На сука. Будем... Проверить стрелять. Да что ты будешь делать-то, блин? Дождь и стрел, сука. Конец. Побеги. Давай охренели, ребята. Вот крепкая башка. Вот тебе твоя крепость. Вот я сегодня так же на химии поджигал пробирку. Все, осталось еще две. Да, вон они стоят. Их уже будет полегче, да, потому что они не так далеко находятся. Кстати, тут у нас скрывается один секретик. Большая баночка. Вот она только что была. Я спрыгнул просто. А, обидно. Давай, мы будем с ним. Оптом их, оптом. Давай, 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 давай. Здесь. С временем. Время, как говорится, идет же, да. Так, где у нас там это? Вот он. Блин, ты падай. Да вот это мне реально без физиков. Окей. Сейчас. Сейчас, батька, сделает дело. Быстрее, открывай свою... Свою... Беребяту. Застал, что ли? Да какого я не попал? Да нечестно. Сука, нечестно. Ес. Я вас сделал себе. Ладно, бывает. И последний остался, и все. Давай, оптом все. О, шприц. Шприц, бери. Клами, твари. Что ж такое? Мне хп мало осталось. Давай. Будем лечиться. Ну что ж, задолбали-то. Какого я же... Почему кута не было? Почему не было кута? Обидно. О, еще шприц. Отлично. Что не нравится. Сейчас нужно срочно искать патронные аптечки. Вот, открывается, да? Но нам эти дебилы мешаются. Мешаются просто. Подожжем их. Так, где он там стреляет? Откуда? Блин, у меня один патрон остался. Мне нельзя косить. А, значит, получается, я отсюда его и не стал. Окей. Окей, секунду. Если не сыты, что давай сейчас открывайся. Что за ссал? Открывайся. Все, вылечием нашего дружеского дружеского длина. Меж тем у нас временно. Блин, он открывается, когда мы только здесь стоим. Как его так победить-то, я не понимаю. Это же невозможно. Хотя, нет ничего невозможного в этом мире. Блин, не считай этих глупососных. Моя мать. Хварь. Уйди отсюда. Нас. Хари. Хварина. Все. Давай, открывай свой херень. Ес. Они промахнулись. Просто нельзя было просто промахиваться. Понимаешь? Просто нельзя. Давайте, дырчинские ваши здания будут рухнуть. Все, у нас контрольная точка. О, и появляется опять этот дурак, которого я ненавижу, этот бензопильщик. Я его просто терпеть не могу. Да, и, к сожалению, да, его нужно победить. Как это не звучало бы странно, но так оно и есть. Его реально нужно победить еще второй раз. Да, мы убеждали его, но что же поделать. Ой, что-то вот не нравится мне. Я же у него... Вот кандон. Вот ка, ка, кандон хренов. Я его ненавижу просто, этого сучья, бензопильщика. Ладно. Вот такие вот дела, мальчики. Что поделать? Сейчас появится, бензопильщик, да? Во всем своем обличье. Ну что ты, нахренел, да? Блин. Просто, короче... Ну, он, благо, не такой, как многорукая няшка. Так что, нам повезло. Ну, чуть-чуть не успел этот шприц использовать. Ладно, все, я буду поаккуратнее. Я буду поаккуратнее, серьезно с этим говном. Так, тем, меж тем, у нас уже время-то идиота, мы все до сих пор на этого дебил не прошли. И я до сих пор профиль не сохранил. Давай, игра. Сейчас мы сделаем из него котлеты. И... И что это было сейчас? Сука. Давай уже, быстрее. Так, ладно, извиняюсь, сейчас будем побыстрее проходить. Так, сейчас мы быстренько сразу же экипируем. Давай, нападай, скорее. Давай, давай. Не поймаешь. Почему у нас такое маленькое пространство? Не понял, почему. А-а-а. Да блин, нахрена, это пистолеты, патроны взял, блин. Скотина, я тебе ненавижу, блин. Ну, на рукуняшку я ненавижу больше. Все, сейчас точно все будет. Сейчас я разозлился на него, блин, все. Значит, загрузка чертова, блин, так долго идет. Давай. Просто нужно, короче, очень быстро реагировать. Реально, вот. Очень, вообще, крайне быстро. Вот, вот. Нет у нас, да, места? Быстрее, ты беги уже! Господи! С инусталостью тупой фил, хренов два. Давай быстрее. А-а-а, я понял, почему он не хочет ничего делать. Потому что на жизни мало. Что? Что это было? Что это было? Я не понял. А, ну все, сейчас будет. Это я просто, я шпицы нужно было использовать. Короче, вот такие, вот такие вот дела. Сложно, да, начинаются сложности, да. Это вам не с первого раза. Проходить. И сохранения нет, как назло. Патронов мало. Как вы вообще проходите? Так. Так, ну чего, надо есть. Быстренько. Окей. У нас еще одна есть. И сразу же берем гранату, да. И сразу же берем гранату. Чуть-чуть не попал. У нас нету. Что делать-то? Нечем стрелять, чтобы в бочку попасть. Да еще чего-то бить. Пятнадцать, отлично. Победили. Вот, как важно здесь экономить патроны. И все преимущества. Арбалетом. Да. То есть, если бы у нас было бы меньше патронов, то возможно, возможно, мы бы слились. Сейчас, секундочку. Нам нужно гарпун взять. Так что экономьте арбалет, ребятки. Так. Еще подунуть пистолетом. Да, сложный был босс. Еще второй раз. Но благо, это, по-моему, если я не обшиваюсь. Последний уже раз с ним. Или с запичком. Тут у нас какой-то лифт. Давайте рассмотрим другую сторону. Дай выречь от тебя. Куда ты так пошел? Дрог, что ли, домой? Быстрее. Да, тут появляется наше знаменитое... Надеюсь, что сохранение. Что уже пора сохраняться. Да, вот сохранение. Сразу же бежим сохраняться. Да, довольно было сложно. Хотя мы еще не прошли. Но все равно было сложно. Окей. Так, все. Сейчас у нас появляется... Так, баночка. Все закрыто, нет? В общем, берем дневник. Что ты делаешь? Забрать. Да, очередной дневник Себастина уже 17 мая 2006 года. Ну что ж, прочтем. Новый дневничок всегда интересен. Уже 8 месяцев, как мы с Майрой поженились. И теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Наверное, скорее всего, речь идет о ребенке, который у них с Майрой появляется. Честное слово, мне страшно. Я постоянно смотрю в лицо опасности на работе, но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу. Буду отдавать себя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знай, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире. Хоть он иногда бывает жестоким. Да, вот такие вот дела. Ждали они ребенка, скорее всего, девочку. Наверное, прошли тест, который подтвердил то, что у них родится именно девочка. Девочка. Я тоже хочу девочку, что бродилось. Да, как-то странно, вошли в фотку, вышли из фотки. Ну окей. Что ж, давай час. Что сколько-то у нас очков-то. Здесь ты считаешь, что не прокачаем, я думаю, да. И заодно расскажу вам еще одну ржачную историю. Так, у нас есть. Нет, стоп. Разве? Можем открыть? А, нет, не можем. Что-то я туплю. Туплю чуть-чуть. Вася, Бастин, времени мало. Так. Ну что ж. Что прокачаем? Во-первых, здоровье. Во-вторых, арбалет. Сейчас арбалет это самое главное, что нас должно волновать. Хоть у нас и винтовка появилась. Как раз 10 тысяч. Давай. Так, здоровье самое главное, да. Теперь у нас будет еще больше здоровья прибавляться. Окей. Итак, еще одна история. Давайте сейчас мы включим фонарик, я вам при фонарике ее расскажу. Хотя эта история довольно ржачная. Итак, история. Сколько там прошло уже? Чуть больше, по-моему, минут 35 или не знаю, сколько там прошло. В общем, тут мне один знакомый рассказывал одну историю. В общем, он недавно пошел в армию. И так вот получилось, что пришлось ему воевать. Воевать ему пришлось. Да, напали немцы и французы. Видимо, в 1800 году, в 1812-1814 годах французам было мало, когда они проиграли. А в 1941-1945 годах немцам было мало. Вот они опять и напали на нас. Собственно говоря, и мой друг, и другие армейцы, то есть солдаты, защищали. Защищали нашу страну, нашу родину. То есть они отмахивались от них, от немцев и французов. Они просто воссоединились немцами с французами и начали нападать. И, короче, с ним такая херня произошла, что он перепутал своего человека и перепутал врага. То есть он подбегает, враг стоит перед ним, но он думает, что это не враг. То есть он просто случайно путает. А враг, то есть свой, находится в противоположной стороне и стреляет во врага. Во врага. Того врага, который мой друг перепутал. И примерно, короче, в этой ситуации у него такая реакция. Сука, блять, ты блять, сигара. Ебать, это чё, враг, что ли, был? Ну ёбаный ты нахуй! Ну, сука, не суетесь, вы под прицел! Ну, конечно, под прицел надо аккуратнее всё-таки различать. Ну, в принципе, ты мог бы по форме чувак различить. Ничего в этом такого нет, абсолютно ничего. А то что сразу, блин, несутся под прицел, блин, чего мне стоило, да? Вот такие вот дела. Ну, надеюсь, вам понравилась история. Такая небольшая неопределённость, да, в взаимоотношении. То есть, в отличие, друзья, от прахов. То есть, это можно и в моральном плане этот вопрос обсудить, и в физическом, и во всех остальных смыслах. Но мы давай сохраняемся. Так, у нас сами не свои, мы сохраняемся лучше в глубинах. Вот, сохранимся. Окей. Да, дальше будут довольно интересные события, побольше кат-сцен, более интересных, более замораживающих. И интересные события, которые просто нельзя пропустить. Окей, это была первая серия четвёртого сезона прохождения сериала The Evil Within. С вами был я, Кирилл. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте мне мысленные лайки. Пишите комментарии, как вам мои истории новые, как понравились, не понравились. И говорите, что именно. Удачи вам и пока. Увидимся в следующей серии. Которая будет довольно интересной. Пока, Димыч, пока, Пашинни.